Иконочку-то бери, а говорят, что мешает. Бери иконочку, тогда будем разговаривать. Одержимость не исключает лечение психиатрическое, потому что одержимость чаще всего сочетается с душевным заболеванием. Уныние лечится духовными лекарствами, а депрессия лечится психотропными лекарствами. Любая мысль самоубийствия, любая, даже такая навязчивая, отдаленная, так или иначе связана с бесовским воздействием. В человеке все должно быть гармонично, дух, душа и тело, но дух должен все-таки быть на первом месте. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале «Экзегеты». Мы сегодня вновь беседуем с дорогим отцом Владимиром, протерей Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая Чудотворца у Соломиной Старошки. И вот наверняка многие из вас уже видели нашу беседу. Отец Владимир рассказывал про удивительного старца, исповедника веры, подвижника благочестия, отца Михаила Труханова. Вот отец Владимир, он является духовным чадом отца Михаила и поделился с нами своими теплыми воспоминаниями. Если кто-то еще не смотрел, обязательно посмотрите. Ну, а мы напоминаем, что вот отец Владимир, он не только священнослужитель, а еще по своему основному первому образованию врач-психиатр и вел, в общем-то, лечебную деятельность, имел такую немалую. Поэтому отец Владимир, он человека, так сказать, и немощи человеческие знает со всех их сторон. Да, вот есть, конечно, душевные недуги, есть духовные недуги. И вот отец Владимир, он во все это посвящен, поэтому мы и беседуем сегодня именно о такой вот непростой теме, но теме очень актуальной и очень интересной. Вот, отец Владимир, прямо говорю, что очень много вопросов, да. Ну, допустим, вот самый первый вопрос, вот как отличить? Это у человека уныние, его уныние одолевает, или, допустим, это просто депрессия к нему прикоснулась? Вот как тут не спутать? То есть, то ли это депрессивная какая-то вещь, которую надо лечить, или же это уныние? Ну, разрешите всех поприветствовать. Рад, что есть такая возможность поговорить о актуальных вещах, которые как-то прямо или косвенно всех касаются. Что касается депрессии, я хочу сказать, что все же депрессия – это есть заболевание, это так называемая болезнь 21 века. Депрессия выходит в первые, наверное, места среди других болезней душевных именно в нашем веке, когда теряются наши духовные ценности, когда уходят в прошлое просто культурные, семейные, всякие ценности, которые могли бы человека удержать, поддержать. И люди, безусловно, попадают в такие ситуации, когда хочется одного, а это не получается, когда есть свои представления о мире, а мир создан совершенно по-другому, не так, как думается, когда хочется какой-то своей радости, своей человеческой, но не божией, не духовной, и Господь это не дает. И это все провоцирует такие состояния, которые можно назвать вначале унынием, но все же в некоторых случаях существуют еще такие болезни, как депрессия. Просто дело в том, что уныние лечится духовными лекарствами, а депрессия лечится психотропными лекарствами, потому что депрессия связана еще с нарушениями биохимического обмена. И требуются некоторые препараты, которые восстанавливают биохимический обмен в организме человека и помогают, подкрепляют и поддерживают его. Но что касается депрессии, хочу сказать, что есть определенные признаки депрессии. Во-первых, беспричинно сниженное настроение. Второе, это отсутствие радости и отсутствие вообще возможности радоваться, если так можно сказать. И третье, это снижение энергетического потенциала. Есть такое выражение, когда человек чувствует себя, ну, как бы обесточенным, когда чувствует человек себя истощенным, у него появляется астения, раздражительная слабость, апатичность, у них вода и стил ни на что. И вот когда эти три признака существуют вместе, или хотя бы два из них совпадают на протяжении двух недель и больше, тогда можно думать о депрессии, которая требует лечения непосредственно. Конечно, тема такая она особая, да. Ну, вот бывает, люди даже идут просто к священнику, да, и они начинают пересказывать свое вот состояние, и, в общем-то, священник в каком-то смысле он чувствует, что здесь, наверное, больше депрессивное уже такое проявление, нежели просто вот уныние. А если человеку посоветовать, да, он обращаться к врачу, то, ну, он обижается в ответ. И получается так, что люди воспринимают психиатрию вообще как какое-то, ну, я не знаю, как что-то унизительное, что ли, вот это, то есть как некое какое-то вот, какое-то клеймо стоит на этом медицинском направлении. Вот все-таки какое должно быть у нас отношение к психиатрии? Ну, я думаю, что к психиатрии надо относиться, как и к любой другой врачебной науке, именно как к методу лечения. Конечно, человек психически больной, ну, как мы говорили уже о депрессиях, например, депрессивной боли нуждается в духовных лекарствах тоже, и это обязательная составляющая его лечения. Но нельзя забывать, что мы с вами не духи, мы с вами имеем еще и тело, и человек это не только дух, душа, человек это еще и вместе дух, душа и тело, это единое целое, поэтому страдает тело, страдает и душа. Когда у человека что-то болит, например, болит зуб, то он может ночами не спать, он может переживать, тревожиться и так далее, и все включается в эту боль, и страдает весь человек. То же самое и когда болит душа, когда болеет душа, когда случается депрессия, как заболевание, то требуется и лечение через тело, которое может помочь, поддержать, укрепить, дать некую основу для нормальной жизни, и, конечно же, для духовной жизни прежде всего, что духовная жизнь должна быть на первом месте. Потому что бывает так, что люди, вот они боятся пойти к врачу, боятся лечения, и в итоге настолько погружаются в эту астению, что даже сил молиться нет. А как раз, может быть, лечение поможет высвободить нужные силы, дать жизненную энергию, в том числе, чтобы они читали нормальные молитвенные правила, чтобы они были полезны дома своим близким, чтобы они могли посещать храм. То есть даже вот в этом смысле, так, отец Владимир? Конечно, лечение укрепляет, поддерживает, дает некую основу для дальнейшего духовного роста. А у вас в вашей практике, уже как священника даже, священническом служении, были ли такие примеры, когда вы видели, что уже как бы с обратной стороны, что как раз вот богослужение и молитва, она укрепляет больных, тех, кто, допустим, проходит лечение, вот, ну, в психическом... Бессловно. Да. Конечно, конечно, конечно. Церковное таинство – это сильнодействующее лекарство, духовное лекарство. И, очевидно, когда больные исповедуются, прочищаются, когда они верят и не только доктору, но и священнику, конечно, прежде всего, когда они открыты для духовной беседы, когда священник подкрепляет со своей стороны и мотивирует человека, дает ему перспективу, утешает не просто по-человечески, а духовными утешениями, святоотеческими утешениями, то человек принимает еще и духовную пищу, и духовные лекарства. Видите, слово же имеет огромную силу само по себе. Когда слово приправлено священным писанием, когда слово приправлено святоотеческим опытом, а еще и любовью и вниманием к пациенту или человеку, который обращается к священнику, мы говорим о священстве, то, безусловно, оно является сильнодействующим лекарством. Но это не исключает и другое лечение, потому что страдает весь человек, не только душа, но и тело. Поэтому требуется еще и необходимая врачебная помощь в некоторых случаях. Я знаю, что вы, когда стали священнослужителем, то совершали молебны в психиатрических больницах. Как это влияло на пациентов? Знаете, и сами врачи рассказывали о том, как происходит. Сначала, когда приходит священник, приходят еще и волонтеры, и сестры милосердия, то вроде бы на них никто не обращает внимания, потому что у всех больных какие-то свои мысли, свои действия. Кто-то лежит, кто-то ходит, кто-то о чем-то думает, кто-то тревожится. И вот начинается молебен, и, как говорят сами же врачи, в отделении все стихает. Все замедляется. Спавшие просыпаются. Кто-то спал не так крепко. Ходившие подходят к месту молебна. И, как мы сами замечаем, знаете, удивительно, люди начинают молиться, им это нужно. Они, те, кто знает, повторяю слова молитвы, они крестятся, они слушают, они упорядовываются, они ведут себя совершенно спокойно. И в какой-то момент кажется, что ты находишься не в больнице, а в обычном месте, где-нибудь в храме, или в каком-то доме, где вокруг тебя обычные люди, рабы Божии. То есть нет ощущений необычности. Просто люди, которые молятся рядом с тобой. Так действует умиротворяющая Божья благодать, которая ощутима. И знаете, психбольница обладает таким свойством. Многие священники, которые ходили туда, рассказывали, что всегда очень трудно настроиться, чтобы туда пойти. Находится тысяча оправданий, чтобы как-то отложить. Может быть, завтра, может быть, попозже. Занятые вроде бы устали. Но всегда после больницы, всегда у всех, кто молился, у всех будет пасхальное настроение. Просто Пасха. Удивительная радость, которую Господь посылает. Дело в том, что душевно больные люди, они страдают особенным образом. Их не все понимают, даже родные, близкие могут не понимать. Их трудно терпеть. Они чаще всего чувствуют себя одиноко. Им не хватает любви. Если люди, которые физически страдают, вызывают сострадание, сопереживание, то такие люди не всегда вызывают сострадание. Иногда от них хочется просто отделаться, как-то их дистанцироваться от них, куда-то их отправить, где-то их полечить, лишь бы от них отдохнуть. И вот когда они встречаются с вниманием, с такой некоторой заботой, а самое главное, с молитвой, и с Божьей заботой, и с Божьим вниманием, и с благодатью Божьей, тогда им становится хорошо и радостно. И эта же радость, она чувствуется и всем, кто молился вместе с ними. Священнику, и сестрам, и братьям, всем-всем, кто помогал священнику, кто в этом моливне участвовал. Отец Владимир, вот мне пришла такая сейчас мысль, из того, что вы рассказываете, что следует, что все-таки, если человек старается жить в причастии благодати Божией, то во многом благодать Божия исцеляет и хранит, как бы гармонизирует внутренние силы человека, чтобы он не рассыпался там на части, если какая-то проблема случилась, а все-таки все время держался, потому что он обращен к небесному, высшему. Если человек будет на земной опираться, вот земной развалился, и все, опора нет, и тогда у него какой-то внутренний слом идет. А если он именно стремится бескорыстно к Богу, то Божия благодать его, она хранит. Но вот все-таки, понимаете, мы люди на самом деле очень неустойчивы, мы не везде можем соблюсти какую-то золотую середину. Я просто помню, что раньше очень много работал в ночь. В ночь работал, и потом вдруг замечаешь, что это все равно как-то вот влияет на твое состояние, или где-то бессонница уже начинается. Я не знаю, входит ли бессонница вот в круг вот этой же медицинской дисциплины, или не входит, или там еще что-то. То есть иногда мы своим неразумным поведением сами наносим удар своему здоровью, но абсолютно все люди боятся диагнозов именно психиатрических. Вот как мы сказали, что это рассматривается как какой-то такой страшный штамп. Вы как человек, который уже имеет полную осведомленность в психиатрии, и как священнослужитель, можете ли вы сказать, как человек должен жить, чтобы избежать психических расстройств? Что может служить основными причинами таких расстройств? И из-за чего это случается, вот эти психические сбои? И как нам поступать, чтобы этого избегать? Ну, батюшка, мне очень понравилась ваша мысль насчет того, что Божья благодатья, она как бы упорядивает человека, она структурирует его, если можно так сказать, она животворит, она его меняет, преображает во всех планах. И вспоминается мысль святителя на Кеннете Херсонского. Он говорил то же самое, он говорил, что человек без благодати Божьей подобен своему сну. Вот когда снятся сны, они бывают какие-то странные, лепые, порой безумные. То есть человек как будто не имеет центра тяжести, он как бы рассыпается в этих снах, он метается, как, знаете, как вожу шарик под действием ветра. И так и душа без благодати, она мечется, она не имеет центра, не имеет вот этого утяжелителя, не имеет четкости. И это касается и не только снов, это касается и обычной жизни. Когда человек не имеет благодати, он теряет ориентиры, он как тот воздушный шарик, как перекати поле, он путается в жизни. И, безусловно, он, страдая, и рабща на эти страдания, не понимает, для чего он страдает, что с ним происходит, он болеет. Он болеет сначала духовно, а в некоторых случаях для его спасения Господь попускает и душевные заболевания. Душевные заболевания все же – это крест, скажем так. Душевные заболевания – это попущение Божие. Душевные заболевания – это возможность человеку спасти через несение этого креста. Если он будет нести его безропотно, если он будет нести со Христом, идя за Христом, и делая то, что Господь заповедовал делать здесь на земле. Как нам избежать душевных заболеваний? Какая профилактика? Ну, вот, опять же, благодатная жизнь, прежде всего Не терять центра тяжести, не терять стержня Не терять направление жизни Не терять границу своей личности С точки зрения того, как задумал нас Господь Не терять Христа из виду Идти за Христом, следовать за Ним Любить Христа, любить людей во Христе Вот это самая лучшая профилактика Для того, чтобы нам не заболеть душевно А там, как Господь попустит Знаете, это не всегда зависит от человека Вот иногда человек по тем или иным причинам Там жизненные какие-то удары, да Или действительно перенагрузки, или еще что-то Ну, в общем, у него уже наступило какое-то расстройство И то ли вот сильная депрессия, то ли еще чего-то И он думает, ну все, вот я погиб Он там не может управлять своими мыслями, допустим Да, или эмоциями И у некоторых людей у них Какое начинается к этому отношению Что вот я уже точно погибну, что я там попаду в ад Что смысла никакого нет То есть полная такая беспросветность наступает И вот вопрос отсюда следует какой Само по себе психическое расстройство Означает ли, что человек, он и в духовном смысле уже какой-то ущербный И точно вот он, значит, погибает Что непременно он там в ад пойдет Из-за того, что у него такое расстройство Ну да, надо сказать, что человек, который болеет душевно Он несет свой крест, как я уже сказал И крест он не разрушает Если нести его без ропота Если нести его с ропотом, он разрушит Он будет непосильным Если нести его без ропота и со крестом Тогда крест станет спасительным Он станет как бы лестницей к небу По нему можно подняться над земной жизнью Подняться над страстями Избавиться от грехов Подняться в мыслях, в чувствах Но для этого нужно потерпеть Если человек благодушно терпит Это приравняется к великому подвигу Такой чувствитации Надо просто терпеть не ради себя Не ради каких-то идей Ради Христа именно Когда это терпение будет спасительным Конечно, когда человек заболевает душевно И когда мы видим перед собой душевно больного Надо относиться к нему как к образу Божьему Как к брату, как к сестре Как к ближнему своему Кто такой ближний? Помните, как Евангелие Это тот, кто в нас нуждается больше всего В притче о самовременении Этот человек нуждается в помощи Нуждается в сострадании Нуждается в терпении Чтобы мы ему помогли Своим присутствием, своей молитвой Для нас это брат или сестра Для нас это человек, который Мы должны возлюбить как самого себя Так хочет Господь от нас Поэтому это не является каким-то клеймом Чем-то унизительным Это перед очами Божьими Знаете, это бывает напротив, выше Чем может быть какой-нибудь Как будто бы здоровый человек В кавычках Но который живет в страстях и брехах Господь может быть такого человека Странного, немощного Одинокого, непонимаемого Как-то по-своему возвеличивает Отприближает себе В этом смысле Может быть человек Как будто бы здорового Который далек от духовного понимания жизни Ну, не может себе приблизить Потому что человек сам этого не хочет На самом деле это очень ценные слова Вот то, что вы сказали Чтобы люди, которые несут вот этот крест Они понимали, что не отвергнуты Богом А наоборот Господь их через эти страдания Как-то вот ведет к высшей цели И я вот вспомнил, как Святитель Лука Война-Ясенецкий Он рассказывал Ну, вот известные его воспоминания Я полюбил страдания И где он рассказывает о том Какие он гонения перенес И вот эти вот заключения Многочасовые допросы Когда следователи сменялись А значит, его продолжали А ему не давали спать И продолжали его допрашивать И потом вот эти ссылки изнурительные И то есть полный такой До полного износа нервной системы И потом, когда вот он прошел Он говорит, что вот он сам у себя Диагностировал неврастению И видел вот эти признаки И говорит, что вот это вот прошло Потом, когда он уже вернулся К служению литургии За счет регулярного совершения Божественной литургии Вот у него это прошло Но тут самый интересен факт Что даже у святого человека Вот могли быть вот такие сбои здоровья Потому что, ну, очень тяжелые были обстоятельства Однако, это не означает Что человек отвергнут Богом Все равно Господь его ведет И к спасению И святитель Лука Он получается Он наш небесный покровитель И в том числе Тех, кто страдает Самыми разными недугами Так что ему вот и в этом отношении Тоже можно было бы молиться Конечно, конечно Душевное здоровье Это возможность человеку адаптироваться К трудным условиям, к стрессам К скорбям, если говорить о духовных вещах К гонениям К искушениям Которые его пытаются одолеть И вот когда человек правильно адаптируется К этому с Божьей помощью Тогда он здоров И знаете, образец здоровья Это новомученики Исповедники российские, например Это люди, которые находились в тяжелых условиях Но которые смогли К этим условиям адаптироваться И не терять присутствие духа Не терять веры А воодушевляться в своих страданиях И оставаться верными Христу до конца Вот идеал психического здоровья Ну, вы знаете Вот поскольку у людей Обычно такое складывается представление Что психиатрия Это какая-то вот немножко страшная такая наука То и людям кажется Что когда на тебя смотрит психиатр Он непременно видит в тебе какое-то заболевание И поэтому показаться на глазах психиатру Многим людям просто страшно Я думаю, что это из-за власти мнительности Психиатры Ну, такие же люди Такие же врачи Но единственное, что у них нарабатывается Некая интуиция Которая позволяет им чувствовать Состояние человека И задавать им правильные вопросы Когда человек чувствует себя сам В общении с психиатром Ну, обычно Когда он думает Не о том, как ему показаться И как ему пристать Перед глазами психиатра А просто поделиться Может, какими-то скромными вещами Попросить помощи В чем-то, если что-то беспокоит Спросить какого-то совета Чем проще, тем лучше И врачу будет проще И подопечному тоже будет намного легче И удобней получить правильный совет Вы знаете, я еще задам такой Острый такой вопрос Который бытует у многих людей А можно ли вообще заразиться Психическим расстройством Когда ты находишься рядом с другим Ну, рядом с больным человеком психически И потом тебе болезнь эта передается И отсюда вот бытует такое же мнение Что вот Ну, простите, что я вам такое говорю Что врачи-психиатры Которые постоянно В психиатрической больнице находятся Что в конечном итоге Якобы они потом и сами Этим же и заболевают Ну, вот бывает такое У некоторых людей Представление Что там вот они Все, так сказать, вот этим заражаются Лучше сказать, наверное Что иногда психиатрией интересуются Люди, которые имеют какие-то свои немощи Какие-то особенности, может быть Своей душевной жизни И, может быть, такие врачи Могут избирать себе психиатрию Как направление своей работы И поэтому Они вот кажутся странноватыми Может быть В некоторых случаях Ну, все же Видите Общение с душевной больными людьми Это всегда определенная нагрузка На психику человека На психику врача Ну, и всех Всего персонала в больнице Как преодолеть эту нагрузку Или как понести это Общаться с больными с любовью Вот любовь – это самое лучшее Когда ты видишь не пациента А видишь траждущего И тебе его жалко Тебе хочется ему помочь Тебе хочется его подкрепить Поддержать То там, где любовь Там и Господь И Господь подкрепляет врача Я знаю многих врачей Которые приходили к вере Через психиатрию Вот, например Я работал С моей заведующей И Наши обходы Напоминали иногда Проповеди Евангелия Больные уставали И персонал даже садился На кровати С больным Потому что Заведующая Когда пришла к Богу Она часто Цитировала Счетное Писание И все больные Слушали Были мини-лекции В каждой палате Обходы длились часами Буквально И никто не уставал Удивительный пример Но я вот На самом деле Задал вопрос Который бытует У людей А у меня лично Сложилось другое представление Что Ну я просто знаю Вот некоторых Врачей-психиатров Которые Некоторые даже Пятьдесят лет Трудились в этой сфере И они настолько Уравновешенные Настолько вот у них Никаких вот эмоций Лишних нет Что Мне показалось Что они не только Не способны заразиться Наоборот У них какой-то вот Иммунитет И устойчивость Выработалась Что Никакие психические Заболевания К ним просто Вот не могут Прилипнуть Ну я думаю Что так и есть Да Я знаю многих Потомских психиатров Я сам тоже Потомственный психиатр У меня папа Психиатр Папа, мама Брат Все покойные К сожалению Сын у меня Психиатр тоже Дедушка у меня Правда не психиатр А терапевт По-моему На линии Ну вот Я хочу сказать Почему Эта династия У нас Зародилась Папа ветеран Много повидал На войне Он из семьи Офицера И поступив В медицинский институт Я думаю Что поиск Понимания Душевной жизни Поиск понимания Как пережить Все что Субьил на войне Я думаю Подтолкнуло его К тому Что он Выбрал Это направление Потом за ним Уже Зародилась Наша династия И многие психиатры Которых я знаю Которые работали Много лет Действительно Как вы сказали Люди Достаточно равновешенные Потому что Они преодолевают Трудности Общения Душевной больными Все же Донесли В течение Всей Своей Парсиональной деятельности Любовь к ним И Сострадание К больным Это помогло Им Самим Укрепиться И укреплять Своих подопечных Отец Владимир Есть Вот еще Такие вопросы Они немножко Ну Такие вот Может быть Своеобразные Но Людей это Интересует Вот когда У человека Случился Какой-то Сбой Да Он ведь Выпадает Из привычного Ритма жизни И уже Не выполняет На работе Своих Функций И дома Допустим Там у него апатия Не может с детьми Заниматься Еще Нервозным Становится И Многие Ну не многие Но некоторые Допустим Родственники Вот они смотрят И говорят Ну наверное Там порчу Кто-то навел На этого человека Околдовал его Кто-то Или он стал Там одержим Бесом И вот это мнение Оно Бытует Что психическое Расстройство Это Форма Одержимости Демонической силы Вот Так ли это Ну Видите Конечно Сила вражия Она не оставляет Человека Никогда И когда человек Особенно Слаб Когда он болен То Поступает К нему Наверное С удвоенной силой Помните Как Господь Постился В пустыне 40 дней Напоследок Залкал И тогда Приступил К нему Дьявол Вот такой Образец Дьявол Кашизофрении Он не понимает Кому он поступает Что он хочет Он пытается Искусить самого спасителя Не понимая Что он делает До конца И конечно Был посрамлен И когда человек Болен Если уж Господь Подвергался Искушениям То человек Любой человек И каждый из нас Подвергается Таким же искушениям Но когда мы Больны Тем более Когда человек Душевно болен Но он особенно Открыт Может быть Уязвен И И Бывает особенно Немощен И ему трудно Противостоять Нечистой силе И поэтому Когда Больные Высказывают Такие Вещи Когда они Слышат голоса Которые Не просто Являются Какофонией Хаосом А которые Подталкивают Его к плохому Это бессловное Влияние Нечистой силы Человеку Это не свойственно Но Гол заставляет Его Например Сушить акт Агрессии Какой-то Или Повести себя Неприлично Или там Поконит Жить Самоубийством Это чисто Дьявольский Голос Или Кого-то Обругает Например Он прям Слышит Голос Который Приказывает Ему Приказывает Конечно Это влияние Чувствия Силы Да Вот это Конечно Самые Такие Наверное Тяжелые Случаи Да Отец Владимир Это Когда Вы Были Просто Врачом Психиатром И В больнице Трудились То Были ли У вас Случаи Когда Вы Непосредственно Соприкасались Именно С одержимыми Людьми Не Просто Что Он Психически Больной А Именно Одержим Темным Духом И Проявлялось Ли Это Как То Можно Ли Как То Отлич Да Вот Он Именно Больной Или Он Именно Одержимый Ну В Любых Случа Когда Человек И болен И одержим Он Нуждается В психиатрическом Лечении Все равно Потому Что Лечение Оно Является Некими Такими Путами Цепями Которые Связывают Одержимого Которые Как-то Смиряют Там Где Смирение Там И Быстрее Помощь Божья Приходит И Безусловно Конечно Такие Случаи Встречаются Ярких Случаев Немного Но Были И В моей Практике Тоже Например Я Вспоминая Когда Я Принимал Одну Больную Я Сижу За столом У 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 Болезни И За историю Болезни Маленькая Коночка Я Всегда Перед Началом Беседы С больной Всегда Молился Чтобы Господь Как-то Разумел Дал Правильное Понимание Диагноза Дал Правильное Понимание Как Чего Помочь Быстрее Помочь И Вдруг Она Который Сидит Больная Который Сидит Намного Ниже Чем Мой Стол Она Где-то В стороне За столом Она Не Вдруг Она Говорит Ты Иконочку Бери Иконочку Бери А Говорит Что Мешает Бери Иконочку Тогда Будем Разговаривать Потом А вы Что Думаете Мы Креста Боимся Мы Во множественном Числе Ну и После Этого Она Пытается Кощусно Креститься Падает На пол Начинает Рычать Вот Такой Очевидный Случай Был Во множественном Числе То есть Тоже Как Легион То Что Упоминалось В Евангелии То есть Это Было Именно Проявление Явной Одержимости Отец Вадим Но Все Таких Надо Лечить Конечно Одержимость Не Исключает Лечение Психиатрическое Потому что Одержимость Чаще Сего Сочетается С душевным Заболеванием Чаще Сего Бывает Так Ну По крайней Мере Я Говорю Из Своей Практики Из Своей Практики Конечно Чтобы Диагностировать Одержимость Требуется Быть Духовным Человеком И Видимо Как-то Имеет Духовное Зрение Понимание Поэтому Это Особое Дарование Которое Бывает У святых Людей Но Тот Случай Который Я сказал Но Я думаю Что Это Очевидный Пример Одержимости Отец Владимир А вот Что Приводит К Подобной Одержимости Людям Надо Знать Чего Беречься И Может Быть Ну Я Просто Из Того Что Мне Самому Известно Пришел К выводу Что Во многих Случаях Здесь Оккультизм Оккультизм Обращение К темным Оккультным Силам Является Виной Вот У вас Вашей Практики Медицинской Такой Вот Было Наблюдение Знаете Мы Даже Использовали Такой Термин Оккультная Болезнь Оккультная Болезнь Он Такой Неофициальный Но Чем Характерна Оккультная Болезнь То Она Бывает Всегда После Обращения К Оккультистам Во-первых Или После Занятия Оккультизмом Во-вторых Она Имитирует Классическую Психиатрию То есть Это Какие-то Признаки Как будто бы Шизофрении Или Какие-то Депрессионные Проявления Или Навязчивые Страхи Но Они Очень Полиморфные Они Стертые И Человек Имеет Полную критику Он Понимает Что с ним Что-то Происходит Не так Он Понимает Что Он Нездоров И Он Так или иначе Находится Под воздействием Своих Оккультных Мыслей Он Мыслит Оккультно Он Ищет Способы Излечения Через Оккультизм Или Через Какие-то Суеверия И так далее У него Перестраивается Мышление То есть Это Некая Особая Форма Болезни Которые Так Условно Врачи Которые Сталкиваются Называют Оккультную Болезнь Поэтому Обращаться К оккультистам Даже Интересоваться Этим Даже Литературу Читать Это Очень Опасно Это Болезнь Заразная А к вам Приходили Люди Которые Имели Какие-то Оккультные Как бы Способности Дарования Я вспоминаю Был случай Когда я исповедовал Одного человека Который Прошел Посвящение Несколько Посвящений В оккультизм Особых И Сначала Не мог подойти К исповеди Во время Службы Он ходил Кругами По храмам Просто ходил Не мог Стоять на месте Это Человек Интеллигент С двумя Высшими Образованиями То что Он Какой-то Слабоумный Но Он Не мог Себя Успокоить Ему Надо было Ходить Двигаться Он Конечно Мешал Богослужение Но Тем Не менее Как-то Его Терпели Прошло Несколько Дней Он Ходил Подряд Ему Хотел Соцелиться Потом Он Решился Подойти На Исповедь Когда Он Исповедовался То Я Помню Было Ощущение Кого-то Очень Глубинного Холда Который С него Исходил Я Говорю О своих Переживаниях О своих Ощущениях Только Мне Трудно Здесь Какую-то Закономерность Заключить Но Я Помню Что Мне Пришлось Пойти В гардероб Набросить На себя Зимнюю Одежду А Это Было Зимой В храме Было Тепло Да Жарко Мне Пришлось Сверху Набросить На себя Зимнюю Одежду И Только Им Нужно Согреться После Этого Я Смог С ним Нормально Разговаривать Потом Когда Он Ушел Все Прошло Сразу Холд Прошел И Он Престал Ходить Кругами После Исповеда Что Удивительно Есть Такое Понятие Тартар Леденящий Не только Гиенский Огонь Но и Тартар Леденящий Видим Вот Когда Эта Сила Темно Охватила Человека Она Как-то Проявляла Себя Но Слава Богу У него Прошло Да Вот Это Прошло Конечно После Исповеди Но Вот Этот Человек У него Он Непосредственно Занимался Да А Если Человек Вроде бы Не занимается А просто Вот Ну Там Проявил Внимание Какое-то К оккультным Ритуалам Действиям На него Может тоже Как-то Разрушительно Повлиять Это Я вспоминаю Случай С одной Рабой Божией Которая Когда-то На работе Поинтересовалась Беседой Своей сотрудницей С оккультистом Который Пришел К сотруднице К ее знакомой Просто посидел Рядом Послушала Там был Какой-то Оккультный Обряд Я же Не помню Какой Но не так важно Но После этого Она Стала Рассказывать Что Совершенно Не переносила Древних Намольных Икон Ей почему-то Становилось плохо Перед иконами Она падала В обраке Иногда Рычала Потом Это проходило Это Длилось буквально Минуты Она просила Всех прощения И это Время от времени Повторялось И вот Я помню Когда освещал Квартиру Она Пригласила У меня Ответь ее Квартиру Она Мне все Это Рассказала Перед Освещением Когда мы Вместе Молились Она Как-то Зевала Все время Как-то И было Трудно Видно И потом Уже Ближе К концу Она Неожиданно Зарычала Довольно Страшный Рык Я много Слышал Как кричат Душевно Больные люди Но это Что-то Особое Потом Упала И какое-то Время Лежала Бездвижно На полу Мне было Даже Страшновато Что с ней Произошло Но потом Она Стала Постепенно Вставать Просила Прощения Предложила Меня проводить Не знаю Спасибо Я дойду Сам После этого Ну конечно Благодарила Благодарила За то Что удалось Помолиться За то Что удалось Совершить Такой Обряд Освещения Квартиры Это нужно Было Для подкрепления Ну вот А видите Тут всякие Битвы Катрасенсов Через Телеканалы Там Показывают Они Фактически Свои Тоже Ритуалы Проводили И надо Понимать Что если Люди Смотрят Все это То это На них Тоже Может Очень Негативно Повлиять Конечно Нельзя Заигрывать Чистой силой Знаете Когда мы Видим Какую-то Грязную Лужу Мы же Не входим В нее Чтобы Померить В глубину Надо Обойти И Не надо Ее Разглядывать Слишком Надо Идти Слюмиться К чистоте Так и здесь То же самое Надо Обходить Все Нечистое Избегать Обходить Не интересоваться Не влезать В это Иметь мнение Просто И беречься Отец Владимир Я вот знаю Что Когда вы Еще Трудились В психиатрической Больнице То К вам На прием Приходила Женщина Которая Профессионально Занималась Оккультизмом И была Как бы Ясновидящая Ну Как бы Одаренная В кавычках Одаренная От тех Темных сил Вот могли бы Вы рассказать Про этот Случай Да Был случай Когда В больницу Обратилась Одна Интеллигентная Женщина Которая Получила Такой В кавычках Дар Ясновидение Как она И получила Я уже не помню После После чего Но Не важно И она Подсказывала Людям Занимавшимся Бизнесом Правильные Ходы Правильные Решения У нее Были Свои Подопечные Свои Клиенты И она Слышала Голоса Которые Говорили В кавычках Правильные Какие-то Как ей казалось Советы Но Прошло Прошло голоса и вот она обратилась за тем чтобы убрали ругать но голоса оставили потому что ты был источником пропитания и конечно мы предложили лечение но она отказалась от лечения потому что она не хотела потерять источник дохода но тогда нельзя было лечить ее насильно потому что она велась очень спокойно было не опасно для кого она легла просто на обследование и вот когда в конце обследования врачи собрались на комиссию пришел ее шеф как она его назвала такой солидный такой человек хорошо одетый с перстнем с буковка к значит колдун профессиональный колдун и пришли ее подопечные пара бизнесменов которые должны подтвердить ее дарование и в конце концов поскольку она отказалась дальнейшего лечения дальнейшей помощи медицинской собственной помощи никакой не было обследования то вы просто и выписали вместе с ее подопечными миссию шефом отпустили их домой всех благополучно но вот я помню как трудно было в ее присутствии присутствие вот этого человека как трудно было даже молиться я пытался там молиться сусовой молитвой и как-то мне хотелось как-то духовно противостоять но и помню вот как было трудно вот как какой-то был как я уже говорил холод как в том случае и какое-то внутреннее вине не внутреннее сопротивление какое-то духовное сопротивление которое от них исходило это даже трудно описать это было очень духовно трудно ходить с такими людьми но история показательное очень конечно что бесы завладев человеком же имитирует как будто эти экстрасенсорные способности ясновидение и даже вот эти бизнесмены которые не обращались и якобы получали что-то какую-то поддержку помощь вот и тут же вот эту значит потом вкрапляется брань нечистая да то есть скверные слова ясно что источник это скверный источник нечистый источник да конечно безусловно просто вот то что я знаю на основании некоторых тоже примеров что вот дьявол сначала подманивает человека и действительно подкидывает какие-то предсказания ясновидение вроде бы помощь а потом в какой-то момент он своих же служителей подставляет и и наносит по ним же удар и у них же вот эти и всякие болезни но тут уже понятно что вот этого расстройства которого не прогрессировала это тоже удар по ней был ютубе дальнейшее не знаю но на эти вот по наблюдению многих психиатров вот такие случаи заканчивается тем что делал подводит под самоубийство людей тоже это самое наверное для него важное то возглавить душой человека надо подтолкнуть его к этому шагу поэтому вывода два первый вывод нельзя интересоваться и даже просто внешне вот эта тема и надо ее избегать как опасно заразы духовной и вторую что любая мысль самоубийстве любая даже такая навязчивая отдаленная она так или иначе связано с бесовским воздействием и не надо и верить никогда это сюда ложь это сюда от источника лжи происходит отец владимир но и вот если у человека появились такие мысли суицидальные мысли то что ему делать надо просить о помощи ну во первых надо просить о помощи господа нашего иисуса христа вот это это самое самое первое с чем надо начинать и искренняя молитва не бывает не услышана второе хорошо все же взять на себя ответственность за то что с нами происходит но твердо верить в то что господь простит твердо видит милосердие божие это тоже очень важный момент вера милосердия божия в плоды его скупительной жертвы на кресте потом следующее я бы сказал когда приходят такие мысли то нужно помнить что эти мысли обманывают они лживы они сходят это сочника лжи поэтому в них нет никакой правды им никогда нельзя верить их надо просто потерпеть как некое искушение следующее если эти мысли одолевают навязчиво если чек боится что он с собой не справиться тогда нужно обращать за помощью врача за помощью конечно в острых случаях врачу-психиатру и лечение которые крепит который поддержит которые те куда с некую такую крепость но пусть она будет такая физическая но она тоже необходимо психо и физическая крепость для дальнейшей духовной крепости для лишь духовного укрепления в идеале конечно хорошо обратиться поисповедоваться и просить у бога прощения вот когда нельзя еще делать проси у бога проще господи помилуй прости меня прости меня за эти мысли прости вид за мои ошибки прости я верю что мне простишь это самое самое такое действенное средство эти поэтому конечно хорошо с таким мыслями кроме лечения обратиться и к покаянию и твердо верить в прощение который господь дает по своим милосердию отец владимир вот конечно отчасти вы уже отвечали вот на этот вопрос да но вот вы рассказали пример привели вот этой женщины которая занималась оккультизм профессионально у нее были голоса да потом упомянули мы суицидальной мысли и возникает какой здесь вопрос но вообще психиатрия она действительно может помочь да то что все это будет убрано потому что некоторые люди они как считают что ну вот раз значит там человек заболел то просто терпи не обращайся к врачу потому что там значит попадет он туда и его так залечит что он вообще будет совсем неадекватный такой человек что его там совсем угробят в психиатрической больнице и значит не надо никакие лекарства пить кроме того я еще скажу вам что когда например они приходят люди консультироваться вот я получаюсь немножко как бы от лица уже психиатром говорю хотя я не психиатра назначают человека а он начинает читать противопоказания в инструкции и если он на дому лечит его там столько всего прочитает что он просто вот отказывается от этого лекарства и получается болезнь его она затягивается и а когда она затягивается она ухудшается все-таки вот лечение психиатрически она действительно помогает она может в этих случаях когда ну понятно что вот эти ситуации они слишком такие самые может быть и сильно конечно помочь можно но во первых при депрессии можно помочь 100 процентов случаев то есть не бывает ни для чем депрессии депрессии все лечатся от начала до конца ни для чем их не бывает это под гарантированно что касается голосов острый случай лечится хорошо как ни странно чем острее случай тем лучше он лечится и быстрее проходит найти можно сравнить с пожаром вот когда очевидно когда все горит когда все это заливается пеной водой когда все это затушишь то быстрее с этим справишься когда все-таки что-то тлеет где-то незаметно где-то по углам то можно не заметить тление и и труднее тушить ну вот такое что видите лечение но уподобляется вот некому тушению пожара если пожар затушить сразу то дом пострадает минимально и крыша будет целая так далее вот если пожар тушить медленно или не тушить вообще то сгорят этажи и останется головешки и чек будет изменен у него будет дефект после болезни поэтому душевное заболевание требует быстрой помощи имею ввиду конечно тяжелые душевные случаи душевные недуги как шизофрения как острые галлюцинос бред и так далее это опасно для дальнейшего душевного здоровья человека если в уровне оказать помощь мы затрагивали немножко на и фа шизофрению да вопрос какой есть это иногда сами вот люди страдающие задают вот когда он живет человек такой на земле он чувствует ну и я не знаю что он чувствует но он мучается в общем да и где-то он сам понимает наверное что это все не то что должно быть а внаружи там через него может и что-то вот отрицательно вылазит да и вопрос какой вот когда наступает смерть и душа выходит из тела вот психические болезни они остаются в том мире или же все или все-таки нет и душа такого человека она вот как себя будет чувствовать после расставания с телом ну я думаю что время мы об этом узнаем вот но можно сказать так что все же поскольку душевное заболевание является крестом а крест это лестница к небу то когда человек достигает неба когда человек достоин несет свой крест то и на нем он уходит здоровым и господь принимает душу который много страдал на земле душу великого страдается и человека который отличился своим терпением и верим что такая душа будет спасена да вот есть такое высказывали что в царстве божьем нет никаких недостатков и если какой-то был телесный там или еще какой-то недостаток у человека при земной жизни но земная жизнь она подвержена страданием то расставшись телом человек освобождается от этих недостатков поэтому они конечно же никаких психических расстройств там уже в царстве божьем не не будет самое главное чтобы человек именно старался быть верен богу и нес заболевание как крест возложенный богом а вот вообще воля человеческая насколько она сохраняет свою активность во время психического заболевания ведь он же не не во всем может владеть собой вот как все-таки воля она остается или не остается когда человек болеет воля конечно остается но она поражена болезнью и в этом один из опасных дефектов болезни душевного заболевания страдает разум он не управляет волей воли не слушается разума страдает сама воля и она уже не обращает внимание не на разуме на сердце создает сердце душевного человека которая может выхолачиваться и ничего не чувствовать или чувствует плохое об этом говорит святой фан затворник таком раз согласование разума воли и сердцев душевного человека но благодать божия лечит все лечит и волю лечит и разум лечит и сердце и для того чтобы помочь человеку помимо лечения которые укрепит нервную систему которые делают возможным для духовной помощи этому человеку возможным с ним разговаривать привести его к таинствам привести его к богу насколько он расположен к этому я думаю что после лечения уже можно помочь человеку и духовно и благодать божия во многом вот это раз согласование соберет воедино и найти вот встречал немало людей которые приносили тяжелые приступы шизофрении в начале болезни заболев юношеском возрасте болезнь начинающаяся рана в юношеском возрасте она протекает как гораздо злокачественнее и вот такие больные когда выцарковались у меня вот на моей памяти около десятка таких больных когда они выцарковались приходили к богу начинали прибегать таинствам регулярном исповеди причастию то приступы становились стертыми они становились реже и они практически заканчивались датчик там может было излишне расположен каким-то эмоциональным переживанием какие-то небольшие припады настроения могли быть какая-то усталость источаемость может некоторые в целом люди ставить работоспособными адекватными заводились ими то есть фактически болезнь уходила вопреки тому что собственно эта болезнь считается злокачественной и неизлечимой ведь его таких случаев немало я знаю у людей которые помимо лечения жили духовной жизнью отец владимир да я вот насколько знаю все таки вот шизофрения она ну как бы не лечится вообще да но все-таки с помощью божьей если вот братьями на нашу надежду на благодать божью может ли исцелиться на такое тяжкое заболевание как шизофрения верю что может силу в руках божьих вот вспоминаю одну мою подопечную я ее знал еще когда начинал работать раба божий юлия она поступала в тяжелеческих состояниях в больницу залезала козырек подъезда могла там раздеваться плясать кричать и и привозили без одежды в больницу всю грязную всю какую-то побитую в жутком страшном виде и по мере того как она принимала лечение видно было как преображается ее черты лица как она становится уже похожи на нормального человека постепенно так проявляется вне образ божий но это было очень давно и вот прошли годы и мы периодически встречаемся общаемся с ней до сих пор и вот она воцерковилась и давным-давно она забыла что такое больница она редко редко прибегает психотропным только в каких-то особых случаях там при колебаниях настроения но не более того она поет церковном хоре она работает совершенно социализирует нормальный человек не скажет что она когда-то была больна хотя были тяжелейшие приступы душевного заболевания в ее молодом возрасте которые казалось бы должны привести к дефекту к инвалидности к такому тотальном поражении но этого нет вот так благодать божия лечит человека человек преображается но это очень положительный такой пример слава богу что такое что такое господь подает нам но бывают и конечно и примеры отрицательные когда человек вот охваченный болезнью да он совершает какое-то преступление не владея собой вот отец владимир уже как священник вы как вот вы оцениваете такие ситуации насколько человек несет духовную ответственность за поступки совершенные в состоянии психического расстройства ну думается что такие люди несут полную ответственность которые не несли бы люди которые делают это сознательно что эти поступки сажены под воздействием болезни под воздействием одержимости болезнью или там нечистой силы трудно сказать что там происходит в этот момент в случае надо думать что эти люди освобождаются от такой экономической ответственности обычной для всех ну да насколько сознание захвачено настолько человек и не отвечает уже за поступки и в этом как раз и одна из необходимости лечить таких людей чтобы не доходило до подобных правонарушений отец владимир конечно вопросов много и они очень разные но вот я так спрошу в общем-то бытует мнение а может быть оно так и есть на самом деле что каждый человек вообще любой человек какого ни возьми он в какой-то мере психически тоже поврежден и вот в здоровых людей нету потому что нет вообще понятия самого психиатрия но я так слышу якобы психиатрия она не знает понятие здоровья только знает все понятие болезни и расстройств разных вот так ли это точно ли что каждый человеку он так или иначе чем-то болен психически у кого-то какая-то фобия ну действительно сейчас только фобии там кто чего боится кто там лифтов боится но раньше лифтов не было да никто не знал боится на ли сне кто-то там простран замкнут кто чего ну психи человека конечно не мощно без божьей благодати особенно это проявляется и конечно у нас могут быть какие-то реакции на разные трудности на разные стрессы но бывает реакции нормальные бывают болезни и и вот все три на самом деле существует понятия нормы вопреки расхожим мнением норма собственно штука и норма это совокупность установок душевных свойств способности человека который помогает ему адаптироваться в разных трудных условиях жизни если у человека есть вот этот правильный набор то он переживает всякие кризисы которые нужно переживать всякие испытания которые нужно преодолеть всякие события которые происходят жизнь независимо от нас что не бывает жизни совершенно ровной жизнь всегда меняется меняется направление меняется обстоятельства и чак который обладает вот этими свойствами правильными правильным подбором как дмитрий мелехов говорил еще такой известный психиатр сын священника он говорил что в чеке все должно быть гармонично и дух душа и тело на дух должен все-таки быть на первом месте вот это все гармония когда все это воедино это поможет преодолеть любые трудности бы испытания это норма но в общем не надо думать что каждый из нас он психически в чем-то нездоров да конечно просто я помню когда нам семинарии преподавали основу психиатрии тоже были такие вот обзорные лекции и потом мы обсуждали в общем каждый делился что он у самого себя нашел все эти диагнозы к про которые нам рассказывали там и навязчивые мысли значит и там и депрессивное состояние там и мания величия там еще чего то то есть получая этого что это или вот мнительность что мы в себя находим или же просто психические болезни они в каком-то смысле тоже идут вот по направлению разных страстей человеческих скажем гордость да это потом выражается как мания величия уныние вот как вот это депрессивное направление но я не знаю там разные какие-то патологии которые отвечают тоже страстям человеческим но там она при приобретают какой-то болезненные такой характер а тут вот просто вот это как наши духовные такие несовершенства вот когда вы разделил бы все-таки одно с другим конечно душевное заболевание имитирует некий духовное совершенство но я бы сказал имитирует больше степени и здесь речь от именно о мнительности потому что вот если взять в священном терапевте например начать его изучать то можно найти в себя любое заболевание и гастрит и колит и поставить себе инфаркт и все что хочешь если человек мнительный но найдет любые признаки болезни то же самое открывая учебника психиатрии тоже можно найти что угодно у себя если есть к этому предрасположенность такой мнительности я имею ввиду то есть если человек мнительный то ни в коем случае не открывай учебник по психиатрии справочник психиатрии лучше священописание отец владимир вот хотелось еще задать такой немножко личный вопрос может быть это даже будет уже последний наш вопрос завершая нашу беседу вот как изменилось ваше представление о психиатрии о видах вот болезни ну вообще может быть о людях когда вы будучи врачом-психиатром стали священником и вот насколько обогатилась ваше представление о сфере психических заболеваний ну я так хотел поделиться когда стал священником то когда я только начинал служить мне казалось поскольку у меня был достаточно большой опыт работы в острой психиатрии мне казалось что я знаю какие-то такие моменты которые другие могут не знать что не будет легко распознать особенность той или иной личности иногда мы подопечные ловили на себе мои такие внимательные взгляды это уже это такой просто автоматизм на эти смотреть оценивает там и так далее но потом на эти вот прошло много времени я понял что я ничего не знаю на самом деле что нельзя к чеку подходить с этими мерками психиатра никогое случае это мешает это мешает надо в чеке ведь образ божий и в чеке столько глубины столько тайны столько всего что жизнь не хватит что все это понять что что все это оценить и видите все таки когда мы встречаемся с человеком мы встречаемся с тайной образа божьего вот это самый лучший подход ну и для священия конечно и для любого человека видеть друг в друге образ божий благодарим вас дорогой отец владимир братья сестры у нас была прекрасная беседа на очень непростую тему с отцом владимиром и самое главное отец владимир я думаю донес до всех нас чтобы мы учились видеть в других людях образ божий чтобы мы не утопали в каких-то злых унылых мыслях и старались свои сердца открывать навстречу господу любовь к богу и ближним это наверное будет сохранять в нас духовное здоровье от духовного здоровья будет зависеть на самом деле и наше душевное а может быть даже и телесное наше здоровье дорогие братья и сестры с нами беседу протерея владимир новицкий настоятель храма святителя николай чудотворца у соломенной старошки храни вас господь всего вам доброго вести христос вести христос